Ребят, всем привет! С вами, как всегда, JumboMax, и в этом ролике я с вами поделюсь своими мыслями, наблюдением и расскажу о ситуации вокруг подписки Game Pass, которая происходит на данный момент. Кстати, считаю, что данная ситуация немного неоднозначна, и, на мой взгляд, подписка меняет отношение игроков к играм. В общем, сегодня будет ролик об этом. Сразу прошу, смотрите этот ролик крайне внимательно, потому что из последних роликов я понял, что чаще всего люди проматывают, пропускают смысл, не понимают вообще о чем ролик, додумывают, пишут какой-то хине, и, короче, не будьте такими. Да. Перед началом видеоролика, как всегда, забирайте подписку Кинопоиск HD по моему промокоду для новых пользователей. С помощью него вы сможете смотреть фильмы, мультики, сериалы целых 60 дней и, самое главное, совершенно бесплатно. К тому же вы получите полный доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам на сервисы Яндекс. Если что, ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии. И давайте начнем. Начнем немножко сдалека. Все вы, наверное, слышали то, что игру Мстители добавят в подписку Game Pass. Уже, кстати, добавили. Если что, я покупал ее за фулл прайс при дате выхода, и, несмотря на общий хейт, мне она понравилась. Да, у нее есть большой минус в плане разнообразия контента, в том числе однотипное задание, но по остальному мне она очень и очень вкатила, поскольку мне нравится вселенная супергероев и нравится битэмап, особенно кооперативный. В игре достаточно хорошая графика, физика, освещение, проработка персонажей, так как ты чувствуешь каждого. Конечно, может быть, анимация не супер, но в целом просто нормальная игру, которая предоставляет еще и бесплатный контент, который расширяет истории и вводит новых персонажей. Но сегодня не совсем об этой игре. И, кстати, да, еще в подписку добавился Скарлетт Нексус, и это тоже очень хорошо. Поэтому лайкусик. Несмотря на мое положительное описание данной игры, до ее выхода и тогда, когда она вышла, я видел очень много негативных комментариев. Ее, по сути, мешал с говном, ну, практически каждый. И, как вы догадались, в целом, как бы игра не обвенчалась успехом, там было мало игроков и как-то, ну, чуть ли не быстро померла, короче. В общем, видел просто кучу комментариев о том, что какая-то игра плохая, говно не говно. Кстати, ее засрали по большей степени, наверное, те, кто не играл, но не суть. В общем, несмотря на это, мне было все равно на эти комментарии, но в мыслях, в голове у меня все равно была ситуация о том, что игра в какой-то момент может просто умереть и перестать развиваться, что наводило меня на какую-то, наверное, грусть. В итоге на днях анонсировали, что Мстители добавятся в подписку к геймпасс, и мое удивление было увидеть положительный коммент об этой игре, что, мол, капец, я очень рад, что эта игра добавляется в подписку. «Капец, топ-добавление, наконец-то поиграю, офигенная игруха, топ-топ-топ», короче, таких комментариев было, ну, реально навалом. Да, конечно, при этой ситуации никого за руку не поймаешь, не скажешь, что ты сначала хайтил игру, потом ты, там, ее восхваляешь и так далее, но если смотреть на эту ситуацию глобально, то сначала я видел реально негативные отзывы о том, что игра полное говно, да, но после добавления подписки я увидел, что, оказывается, все рады, и это топ-игруха. Кстати, прошу написать в комментариях ваше отношение в игре, понравилось оно вам, не понравилось, ну, а также уточните, купили ли вы ее или все-таки поиграли по подписке, вот прям в комменты напишите об этом. Кстати, за где-то неделю или две я был уверен в том, что Мстители добавят в подписку к геймпассу, в принципе, не прогадал. У меня, знаете, даже появилась некая теория о том, как можно угадать, какая следующая игра войдет в подписку. То есть что, данный способ, он работает только на ААА, он не точный, но так или иначе, в принципе, у меня иногда удавалось угадывать, что и как. Я на самом деле капец как жалею, что я не записал этот ролик, потому что вы бы офигели от моих способностей. Короче, если вы хотите ролик об этом, то напишите как-нибудь в комментариях, там, облакайте видос, что-то подобное сделаете, короче. И тут я поразмыслил над всей этой ситуацией и понял, что в данный момент подписка Xbox Game Pass капец как решает, и даже, я бы сказал, улучшает проекты, как бы тупо это ни звучало. Но отношение к проекту меняется просто моментально, и это факт, опять же, пример Мстители. Это, знаете, что-то на уровне того мема, который я выкладывал в нашу группу ВКонтакте. Одна и та же игра, но по-разному доступна, и, соответственно, разное отношение к ней, хотя игра осталась прежней, которая была изначально. Я не знаю, какая судьба будет у этой игры, в итоге, окупится, не окупится, понравится она или нет, но уверен в том, что в нее по-любому поиграет очень много пользователей, и для проекта это очень выгодно. Поскольку все-таки игра завязана на прокачке и гринде, ибо если она зацепит игроков, то повышается шанс донат в игре. А это капец как выгодно для тех, кто игру создал. Для проекта, который со временем попадает в подписку к Game Pass, и который не особо получил, наверное, признание, это даже двойная выгода, и сейчас объясню почему. Проект вышел, отчасти продался, получил какие-то деньги, собрал фанатов, даже если и малая часть, но он их собрал, и со временем из-за какой-то неоправдавшейся финансовой надежды попадает в подписку Game Pass. Если не ошибаюсь, Маки все-таки тратит деньги на то, чтобы та или иная игра все-таки добавилась в подписку. И, соответственно, создатели игры получают не только копейку сверху, но еще и сразу же возможность быть доступной огромной аудитории пользователей, и в то же время не потерять свою репутацию, а это самое главное. Ибо если бы игра была бы платной, а потом стала бесплатной, ну как минимум будут недовольны те, кто ее купил за фулл прайс. Когда такая штука происходит по подписке, к этому уже относится как-то терпимо. Поэтому в этой ситуации, несмотря на все, подписка Game Pass это реально некое спасение для некоторых проектов. Я сейчас сужу именно про проекты, когда игра добавляется не совсем из первых дней. И, соответственно, после попадания игры в Game Pass у этой игры капец как возрастает шанс на донат со стороны пользователей, ну а также некая любовь к проекту, потому что она типа на халяву. Я, несмотря на все это понимание, так же как и вы, очень радуюсь, когда игра попадает в Game Pass. Тот же Scarlet Nexus хотел приобрести на днях, а в итоге Фил говорит, братан, держи ее по подписке, я безумно этому рад. Ну не чудо ли это? Вот честно, я на самом деле не понимаю тех, кто хотит данную подписку, ибо в наше время такое ценное предложение, оно реально ценное и, я бы сказал, даже очень крутое. Единственное, интересует, сколько эта счастливая песня будет играться, потому что в любой момент майки могут просто переделать, вернуть свои слова обратно и так далее. Это было доказано много раз. Но пока все это доступно, просто радуемся и пользуемся. Кстати, хочу сразу отметить и сразу вас предупредить. Если что, такие проекты, масштабные констители, ну на которые вложено было очень много денег, они в какой-то момент могут просто уйти с подписки. То есть они байтят вас на то, чтобы вы немножко качались, все-таки там гринд, прокачка и там подобное. Вы немножко вдонатите игру, да, если по желанию хотите этого. И чтобы продолжить эту игру, когда все-таки уйдет тот договор, который есть между там Square Enix и Microsoft, игра покинет подписку, чтобы вас забайтить на покупку. Либо там по скидону, либо за фулл прайс. Поэтому имейте это в виду и, так скажем, держите в планах того, чтобы игру такую вот приобрести. Потому что это все-таки не эксклюзив и он 100% когда-то пропадет. Ну, на мой взгляд. Но в любом случае, из-за этой общей ситуации рады абсолютно все игроки, которые получили игру, и те, кому заплатили денег за игру, и, соответственно, кто-то привел себе подписчиков на сервис, ну, что касаемо Game Pass. Но, если думать об этой теме глобально, то есть некий нюанс. На мой взгляд, данная хорошая ситуация, она немножко поменяла отношение игроков к играм. И сейчас я немножко расскажу об этом. Опять же, сужу по СНГ, поскольку у нас не такой большой заработок в большей части, и не такое желание платить за игры и развлечения. И, соответственно, нашим пользователям выгодно отчасти, чтобы игра либо провалилась в каком-то плане, либо выгодно ее просто купить потом. Что касаемо провалилась, и просто если игра проваливается, то на спасение приходит подписка Game Pass, и опять здесь все рады. На мой взгляд, отчасти проблема исходит из того, что с приходом подписки Game Pass люди перестают платить за игры, и я в том числе. Нет, конечно, с точки зрения пользователей это просто срыв башки, но тем самым мы просто перестаем поддерживать проекты, и поэтому в дальнейшем мы можем получать, наверное, либо не такие хорошие проекты, или просто с гриндом и с донатом. Просто, скорее всего, у разработчиков будет такая вот логика. Зачем тратиться, стараться, делать что-то нереально крутое, придумать новые идеи. Если ты можешь выпустить средний проект, и даже если его там сначала не полюбят, то в конечном итоге, после добавления в подписку Game Pass, все будут рады до небес, ибо халява. И сейчас у многих исходит вот такая вот логика. Зачем я буду что-то покупать, потом по подписке поиграю. Признаться, я также вместе с вами думаю так же, и мне капец, как нравятся курсы этих вот дел, но когда слишком так вот хорошо, есть какое-то подозрение. И, соответственно, наверное, тем самым мы просто немного убиваем игры, а именно какую-то идею, которая должна изначально стоить денег. К сожалению или к счастью, наш мир построен так, что каждый труд должен оплачиваться. Это хорошо, и даже в случае подписки он все равно оплачивается, но покупая игру за фулл прайс, мне кажется, создатели рады намного больше. Халява по подписке в наше время это очень сильный байт, который может из не такой хорошей игры сделать хорошую игру, за счет мощной рекламы и положительных отзывов тех, кто играл по подписке, ну, практически задаром. Но по факту, в дальнейшей перспективе, достаточно тяжело, мне кажется, будет сделать какую-то офигенную игру, ибо сейчас, во-первых, просто огромное количество игр, в которых люди сидят и будут сидеть. То есть, по факту, у многих пользователей нет потребности покупать игру сразу, ибо у них есть уже любимая игра, в которой они могут до бесконечности сидеть. И выпуская при данном случае какой-то новый проект, во-первых, тяжело обратить на себя внимание, ибо, капец, какая конкуренция, это раз. Ну, а во-вторых, опять же, проблема в покупке. Например, видишь какую-то новую игру, она тебе не особо нравится, ну, значит, ты, скорее всего, просто будешь ждать по подписке и не купишь. И именно поэтому, мне кажется, что рынок в этом плане становится немножко сложнее. Но так как мы всего лишь пользователи, это вообще, по сути, не наша забота и не наша проблема, поэтому мы должны все-таки радоваться этому, что есть такая подписка к геймпассу и такая возможность платить мало и получать много. Единственное, я, наверное, хотел бы, чтобы действительно хорошие проекты все-таки появлялись и, соответственно, покупались игроками и находили поддержку без всяких подписок, и чтобы все-таки люди не ждали их по подписке. Ибо в дальнейшем, опять же, если смотреть на долгосрочную перспективу, игровая индустрия может скатиться в еще больший донат и в еще меньшее качество самих проектов. В общем, я очень надеюсь, что вы все-таки уловили мой ход мыслей, поэтому пока радуемся, юзаем подписку пока дают, но в то же время не забываем поддерживать проекты, которые действительно очень хорошие и которые действительно требуют внимания. Ибо потом, в конечном итоге, если мы их не будем покупать, мне кажется, что они просто растворятся. Поэтому как-то так. Короче, такие вот мысли по этому поводу. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал и обязательно пишите свое мнение на этот счет. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.